Доброго ранку, друзья! Сегодня первый летний эфир 33-го канала, потому что вчера начался лето. Лето! Я так рада, я так прям аж вся горю. Друзья, сегодня 2 июня, сегодня наконец началось лето, несмотря на то, что плохая погода. Сегодня у нас с новой недели, с новым лето, у нас еще и новые заставки, и новое название. Друзья, теперь мы просто ранок. Просто утро. Просто, как всегда. То есть не сильно утро, а просто утро. Но все-таки, друзья, не забывайте про то, что у нас таки залишились социальные мережи. У нас залишился Facebook, у нас залишились одноклассники, у нас залишилась сторинка УКонтакте. И наша группа, в которую вы можете нам писать вопросы, можете писать пропозиции, можете писать будь что, давать любую информацию. А также не забывайте, что у нас есть Skype, на который можно позвонить просто в эфир и сказать нам, что вы хотите нам побажать, або задать вопросы нашим гостям. Вот я вот как раз по поводу скайпа хочу я уже сказать. Друзья, вчера, в первый день лета, в Международный день защиты детей, состоялся рекорд Украины в нашем городе Славно-Хмельницком. Вчера 16,7 квадратных метра здоровенного торта было роздано детям. Вот это мы, есть фотки, как его делали. Классные такие женщины делали этот торт. Вот эта представительница из Национального реестра рекордов Украины считали, что 9 тысяч пироженков роздано вчера было детям. То есть это вот, как его делали. Сейчас покажут фотки, как детям раздавали. Вчера был благотворительный такой концерт цирковой. А как детям раздавали? Как, нормально? Я съел буквально два кусочка. То есть вот это дети сидели, смотрели на цирковое выступление и наслаждаются. Я смотрю, кроме того, что это был торт, еще дети едят попкорн. Ну много что там. Дети ели на самом деле. Они ели и воду, и пили, вернее, и попкорн. До речи, про воду и про попкорн. Попкорн – это очень вкусно, но не совсем здорово. А вот вода – это очень здорово. И про это нам может рассказать наш друг Глеб. Да, друзья, действительно, попкорн тоже, наверное, не очень здоровый. Но главное, что вода очень здоровая. И торт тоже, в принципе, не сильно здоровая пища. Но, тем не менее, детям надо кушать торт. Нет, это будет добрее. И, ну, на самом деле, будет сладко. Пока ты говорил, Глеб уже не вытримал и зашел до студии. Доброго ранка. Доброе утро, друзья. Глеб, как ты притащил эту бутыляку воды? Ну, утренняя зарядочка и не проблема для меня. На самом деле, ребята, сегодня будем говорить о воде. Я вас буду поить. Вот, например, ты. Вот ты какую воду пьешь? Какую ты считаешь, что вода самая правильная? Негазована, нормальная такая водичка, такого бутля. А ты? У меня в Раково очень вкусная вода. Я только с крана пью, честно. Кстати, да, у нас в Хмельницком очень хороший водный шар. Поэтому надо пить воду из недр земли. Но с крана я не знаю, как можно пить. Трубы жирские, там всякие поганые вещи в трубах есть. Идеальная вода – это родниковая вода. Вот у ваших бабушек, дедушек, все. Вот эта вода самая чистая, самая приспособленная к нашему воду. Или найсмачнейшая, до речи. Да. Есть такое, я хотел вам внести такой термин. Вы при выборе воды, при выборе воды, вы должны понимать, что есть такое понимание, как окислительно-восстановительный потенциал воды. Наматюкався, молодец. Это все очень сложно. Чтобы вы проснулись. Это та величина, которая показывает вам, насколько вода может принимать химические реакции в организме. То есть в окислительно-восстановительных реакциях восстанавливать ваш организм в солеводоводный баланс. Поэтому, друзья, самая лучшая вода – это родниковая, бутылочная. Ни в коем случае не пейте. Едьте к бабушке, набирайте большие бутыли. Целую неделю пейте хорошую чистую воду. Денис, мы сегодня после эфира едем до твоей бабуси. Хорошо, я беру с собой сразу три ведра и будем набирать воду на весь канал. И все чаще, все чаще с каналом. Да, действительно. Глеб, спасибо тебе большое за такую познавательную информацию, какую воду действительно надо пить. Мне кажется, надо тут колодец у нас вырыть просто и все. Это идеально было бы. Все, займемся этим вопросом сразу же. И мне кажется, надо еще заняться таким, Глеб, тебе большое спасибо, заняться вопросом о информации, о том, что будет у нас дальше.